Музыка Здравствуйте, граждане Соединенных Штатов. Мы, Анонимы. Пришло время, мистер президент, взять вашу администрацию под контроль. Взять за основу те обещания, которые позволили вам быть избранным. Вы обещали взять под контроль иммиграцию, что сохранит нашу безопасность. Вы были избраны для того, чтобы разъяснить медреформу Обамы и провести налоговую реформу. Вы были избраны, чтобы мы были уверены, что у нас не будет манчестерских, лондонских или каких-либо других подобных событий в Америке. Мы за Европейский Союз. Но мы не будем ходить по их стопам и повторять их ошибки. Это сообщение, мистер президент, вы можете передать американскому народу в свете возрастающих исламских волнений на Западе. Как лягушки, которых постепенно варят в воде, мы начинаем акклиматизироваться к наиболее важным и опасным тенденциям, навязанным нам политическими элитами. Ни одно другое поколение западных лидеров не допустило бы, чтобы исламистские волнения распространялись внутри их собственных стран. За это долгое время они по-прежнему остаются умышленно слепыми к резистенциальной угрозе в их собственной среде. Теперь мы находимся у третьей крупной террористической атаки в Англии, и ни один из западных лидеров не готов принять истину. Президент Трамп дошел ближе всего к тому, чтобы сказать правду, но если он не продемонстрирует лидерство, не привлечет весь штат сотрудников и не назначит кабинет министров, которые разделяют его ценности, очевидные результаты политики этой администрации останутся материально одинаковыми. Пришло время определить проблемы, противостоящие Европе. Одна из них так же быстро растет в Америке. Это не терроризм, не исламский терроризм или какой-либо другой терроризм. Это практика жестокости, источником которой является подрывная культура исламистских расистов, отвергающих западные цивилизации. И это свойственно для многих мусульман, но не для всех. Не все идут по этому пути. Смертельная тактика исламистских террористов возвращается, но если мы терпим нетерпимость, российское мышление и продолжаем нашу суицидальную эмиграционную политику, мы просто гонимся за своим собственным хвостом, борясь с височным и непреодолимым терроризмом, который вытекает и вырастает из этой культуры на нашей земле. Эта проблема не началась с ИГИЛ, она в течение нескольких десятилетий росла и коренела. Это проблема эмиграции, и вторая проблема – это братья-мусульмане. Саудовская Аравия, Турция спонсировали исламистское восстание на Западе, чтобы вы не считали, что эта проблема ограничена Европой. Помните, что бывший директор ФБР Джеймс Коми засвидетельствовал перед судебным кабинетом комитетом Сената в прошлом месяце, что из двух с лишним тысяч насильственных экстремистских расследований, около 300 из них были совершены беженцами, президент должен потребовать от Конгресса разобрать эти дела перед американским народом в серии дебатов в прайм-тайм и сделать все, что от него зависит, административно. Он должен следить за своими предвыборными обещаниями, не сосредотачиваться на внешней политике, а на проблемах безопасности на родине, у наших берегов. Наконец, что нам нужно от президента, это лидерство. Отправки нескольких твитов недостаточно. Он должен быть последовательным, неустанным и четко видеть свою политику на большом расстоянии. Он должен добиться того, чтобы администрация была на его стороне и уволить тех, кто не желает идти в формат или его повестки. Его команда должна потребовать от республиканцев Конгресса конкретных законов в соответствии с вышелопламянутыми принципами. Президент должен озвучить их американскому народу в серии телевизионных обращений. Вы будете узнавать больше информации о конкретном законодательстве, необходимом для отказа или реформирования ООН, в программе приема беженцев в США. Но республиканское руководство в Конгрессе не пойдет на эти реформы, чтобы переписать акт о беженцах 1980 года. Есть только одна вещь, которую президент может сделать, чтобы подтолкнуть Конгресс к решению этого вопроса и положить конец действию этого акта. Он должен понизить уровень приема беженцев до нуля и оставить его там до тех пор, пока не будут приняты меры по реформированию закона. И правда в том, что если он не пойдет по этому пути, все, на кого он ссылается, будут обвинять его в событиях в Америке, подобных Манчестерским. Ни Райана, ни Маконнелла, ни заключенных беженцев, ни тайное правительство, блокирующее его движение, ни средства массовой информации или левых. Он явно сражается сейчас, чтобы понять, кто именно работает, чтобы подорвать нашу безопасность, а нашу культурную самоидентичность уничтожить. И если произойдет террористическая атака, граждане Америки будут знать, что он пытался защитить нас. Мы анонимы. Мы едины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok